Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Хочу сразу сказать, что если кому-то вдруг покажется, что я изможденная, сегодня третий день гречневого марафона, предупреждаю, я просто-напросто не накрашена, нанесла только губную помаду, чтобы быть слегка поярче, и поскольку я пользуюсь перекисью водорода для лица, я очень довольна результатами, наношу перекись водорода как минимум два раза в сутки на чистое лицо, то у меня и бровей, в общем-то, не осталось практически, и они стали очень-очень светлыми. Итак, гречневый марафон. Вчера, как я и предполагала, я вообще, наверное, в начале каждого видео буду рассказывать, как у меня проходит, что я ем сколько раз и какими порциями, а потом буду посвящать видео той или иной заявленной теме. Итак, вчера, как и получилось, как я и предсказывала сама для себя, у меня не хватило сил и времени, и желания варить себе гречку, но вчера я понимала, что если я ничего вообще не поем, я буду действительно чувствовать эту слабость, точнее легкость, которая сродни слабости, которая сродни прямо-таки головокружению. Практически так и получилось сегодня утром, но вчера вечером, не варя себе гречку, я все-таки подошла и съела весь свой пророщенный овес у меня был, и могу сказать, что мой овес прорастает несколько дольше, чем кому-то. Не знаю, с чем это связано, и когда я жевала, у меня было, честно, на 5 столовых ложек пророщенного овса, я жевала очень долго, потому что он был твердоват, несмотря на то, что сутки в воде пролежал, и вроде как даже раскрылись зерна, мне было жевать его сложно, я жевала его долго, и, в общем-то, насытилась 5 ложками овса, не так уж, наверное, как бы я насытилась хорошей порцией гречки. Гречка, если бы я ее сварила, кстати, наверное, многие думают, почему я ленюсь себе варить, и постоянно говорю о какой-то усталости, о том, что я не успеваю, а просто потому, что я забираю Данечку, мы идем с ним гулять, полтора часа мы проводим на свежем воздухе, при этом мы поднимаемся на ближайшую гору, потом я возвращаюсь, я делаю уроки с Габрюшечкой, и потом у меня есть промежуток времени, примерно полтора часа до того, как готовить ужин, где я должна выбрать, чему эти полтора часа посвятить, принять душ, чуть-чуть помонтировать, либо принять душ и, допустим, поесть. И поскольку я также выхожу на необходимость ужинать немножко раньше, чем моя семья, мне эта идея не нравится, тем более сделать спокойно это невозможно, дети сразу же скажут, что они хотят есть, и, соответственно, поскольку не может вся семья сесть раньше со мною, это связано с тем, что и Егор, допустим, делает уроки, ну и вообще садиться в 6 часов, в 6.30 вечера тоже не совсем правильно. В общем-то, я упустила вчера свой ужин, и часто это делаю, и много раз рассказывала, что на греченом марафоне я вообще стала очень просто относиться к своей еде. И однажды замочив гречку зеленую, она была вся в слизи, но она начала чуть-чуть прорастать, то есть я поняла, что она прорастает, мне не понравилась зеленая пророщенная гречка, именно из-за этой слизи я не смогла ее есть, но зато я обнаружила, что гречка настолько мягкая, становится, что ее можно разогреть, и она как будто бы сварена. Так вот, на своем гречном марафоне, либо одном из них, я поняла, что я очень просто отношусь к своей еде. Если раньше я готовила для себя, то, в общем-то, сейчас я настолько, настолько просто отношусь к своему рациону, если себя при этом хорошо чувствую, ощущаю, что вот эта простота, она также далась мне на гречном марафоне. Итак, я сегодня поела гречку примерно в 12 часов, потому что я поняла, что если я не съем ее в 12, я опять останусь без ужина, и могу сказать, что уже к 11 часам я чувствовала себя не очень комфортно, потому что это был, наверное, элементарный голод, и я чувствовала слабость и какое-то вот такое головокружение, я пила снова свой чай, я так и не купила себе чай, надеюсь, что завтра пойду в пауду и дойду до чая, и, в общем-то, мой рацион вот такой, то есть вчера я не ела гречку вообще, будучи на гречневом марафоне, сегодня я поела ее один раз, и уверена, что мне будет достаточно, потому что вечером я снова поем свои пророщенные зерна. Одна зрительница написала мне, что у нее портится настроение, но я думаю, что это у многих может произойти. И здесь могу сказать, что, на мой взгляд, необходимо начать работать со своим восприятием своего рациона. Очень часто мы, допустим, будучи беременными и чувствуя себя особенными, у нас могут быть перепады настроения, которые очень часто мы сами себе создаем и сами провоцируем. Очень часто мы, понимая, что вот мы недоедаем, мы тоже, в общем-то, начинаем то ли злиться на ситуацию, что мы вынуждены на этой гречке сидеть, то ли, может быть, ну, вот какое-то, опять же, недовольство вообще тем, что кому-то надо сидеть, кому-то не надо и так далее, и так далее. Могу вам сказать, как человек, который вот сбросил эти несчастные 3 килограмма, которые никак мне не давалось сбросить, могу сказать, что когда я стала весить 55 килограмм, я, оглянувшись назад и понимая, скажем так, тот результат, осознавая и видя его, которое я получила, прежде всего, визуальный результат, я говорила, что на гречневом марафоне 10 дней похудеть очень сильно, но практически невозможно, а если это случится, то эти килограммы, скорее всего, вернутся очень быстро. Но когда прошло достаточное количество времени, примерно полгода, я начала свой первый гречневый марафон осенью, это был, возможно, сентябрь, октябрь, возможно, это был ноябрь, возможно, октябрь, так вот, я могу сказать, что я вышла к лету с новой фигурой, совершенно с новой фигурой, и это явилось для меня вот таким стимулом, мое, собственно, отражение в зеркале явилось для меня стимулом спокойно относиться к своему рациону, что называется, пропустила еду, и ладно, не упаду с голода, не обессиленная нигде, в общем-то, не засну, не потеряю сознание. Поэтому очень важно работать со своим восприятием себя, совершенно точно знать, что если вам удастся поменять свой рацион, приобрести новые пищевые привычки, вы будете выглядеть лучше, это для вас будет самый-самый лучший стимул. Возможно, вы будете тем человеком, которым оказалась в вашем году я. Я в прошлом году совершенно, что называется, не сомневаясь, разделась на пляже. Если раньше я стеснялась своей белой кожи, мне казалось, что какая-то я рыхлая, сыроватая, нужно чуть-чуть подзагореть, мы все знаем, что загар нивелирует недостатки на коже и на теле, то, в общем-то, в этом сезоне я была всем довольна и разделась, и я знаю, что я находилась в прекрасной форме, в которой я не могла позволить себе находиться уже очень и очень много лет. Но тема сегодняшнего видео все-таки лимфотренажный массаж, о котором меня спросили, потому что когда-то в своих видео я упоминала, еще, наверное, даже по весне прошлого года, что я вот увлеклась таким массажем. Я никогда его не показывала, потому что я стесняюсь его показывать. Я знаю, что YouTube очень строго относится к контенту, где ты в купальнике, и что-то показываешь на себе, кто смотрел мои видео, допустим, «Минимализм», я показывала в рамках «Минимализма», свой гардероб. Там я была в купальнике, там я переодевалась в моменте, надевала на себя одежду. Это очень популярный формат на англоязычном YouTube. Так вот, я могу сказать, что многие видео, они, скажем так, с трудом были опубликованы, и потом с них была снята вся монетизация, если хотите, можете их посмотреть. Скорее всего, там до сих пор нет монетизации, потому что голое тело, либо обнаженное тело воспринимается YouTube очень и очень настороженно. Поэтому этот массаж я никогда не показывала, но сегодня в контексте гречневой диеты я о нем вам расскажу. И видео, возможно, получится очень длинным, потому что очень важно понимать, как я пришла к пониманию того, что массаж может изменить наше тело и наше самочувствие. Все началось с того, что у меня очень сильно заболела спина. Я обратилась к своему лечащему доктору, доктор дал мне огромное количество направлений, и в паду я меня направил, и в клинику где-то здесь поблизости, и везде нужно было ждать своей очереди. И спина у меня болела сильно, но при этом доктор мне сказал, что ничего страшного он не видит. Да, что-то нужно корректировать, но ничего острого не было. И я решила вылечить себя сама. Не знаю, помогло мне это, либо что-то другое, но я начала посвящать своей спине примерно 30 минут в день. Я начала лежать на валике. Этот способ посоветовал мне мой муж, а мужу посоветовал какой-то другой специалист, тоже по спине занимавшийся им в Москве. Я просто взяла, заправила лежать просто на полу, и лежать с валиком на полу. И также я делала упражнение, очень многие, возможно, его знают, сведение больших пальцев на стопах ног, и, соответственно, за головой ты заводишь руки и соединяешь бензин, если я не ошибаюсь, так. Считается, что это упражнение приводит твой позвоночник в норму, выпрямляет его. И мне удалось избавиться от острой боли. Боль была настолько острая, что я не могла резко встать без посторонней помощи. То есть мне нужно было на что-то опереться, либо я поднималась очень-очень медленно со стула. То есть из сидячего положения такая боль у меня острая возникала, и я, в общем-то, за месяц эту ситуацию решила. Муж, видя, что я очень сильно страдаю, ну, это было заметно всем членам моей семьи, предложил мне свою помощь, он делал мне массаж спины каждый день, наверное, в течение минут сорока, то и часа. И что случилось потом? Возможно, это тоже помогло тому, что спина моя в норму пришла, но самое интересное, что в определенный момент мой муж сказал, ты знаешь, твоя спина подтянулась, я человек, который ненавидит спорт. Я бегаю, но я спорт не люблю. Я вообще очень сильный человек, себя считаю ленивым человеком. И никакие упражнения на спорт, точнее на спину я не делала, но как человек, приближающийся к определенному возрасту, я прекрасно понимаю, что определенные мышцы, если мы хотим, чтобы они хорошо выглядели на лице, либо на теле, их нужно тренировать. И я посмотрела на себя, то есть со спины, взяла другое зеркало, и я увидела, что да, моя спина изменилась, она подтянулась. Учитывая, что я также делаю массаж на лицо, и это бесспорно помогает мне выглядеть лучше, чем могла бы я выглядеть без этого массажа, я могу сказать не потому, что хвастаюсь, а потому, что я действительно так считаю, и потому, что я делюсь этой информацией на своем канале, что я выгляжу лучше, чем мои сверстницы. В шаговом расстоянии я многие сверстницы вижу, и здесь тоже я отдаю сейчас основную пальму первенства и лавровое вино, прежде всего, массажа, не столько лицевой гимнастики, всегда об этом говорю. А я, в общем-то, решила себя, что называется, массировать. И случилось это примерно в апреле, когда я пришла к выводу, когда у меня как раз-таки прошли вот эти боли в спине, и спина моя подтянулась, я решила, что это очень важно, массировать себя. И могу сказать, что в тот как раз-таки момент я тоже осознала, в который раз я об этом видео про минимализм говорю, что, во-первых, никто тебе не сделает так хорошо, как можешь ты сам, просто потому что это иногда технически невозможно. Массаж на лице можем только мы сами себе так сделать, как мы можем сделать. Я поняла, что, в общем-то, я готова платить. Вот на самом деле, в определенный момент я была честно с собой, спросила, Яну, сколько бы ты за такой массаж полный заплатила? Вы знаете, 200 евро бы отдала за часовой массаж хороший, чтобы меня помяли так, как я хочу, чтобы меня мяли. Но когда я хожу на массаж, меня вот прям-таки поглаживают. Когда я прошу чуть-чуть посильнее, побольше, мне говорят, что так нельзя, лимфодренажный массаж так не делается. Я говорю, хорошо, не нужно мне лимфодренажный, делайте мне антицеллюлитный. Ну и какие-то поглаживания меняются в другую сторону, возможно, но это все очень слабенько. Но я понимаю, тот, кто тебя массирует за, не знаю, 40 евро в час, я сейчас даже не знаю, сколько стоит массаж, вряд ли будет применять какую-то силу и вкладывать свои знания и усердия, в общем-то, в этот массаж. И могу сказать, что я начала себя массировать. Это очень и очень трудоемкий процесс. Он занимает примерно час времени, а то и полтора. Делаю я это раз в неделю стабильно. Делаю я это после принятия ванны, когда тело разогрето. Мы должны понимать, что лучше массаж делать на разогретое тело. Оно лучше воспринимает, то есть наше тело лучше воспринимает массаж. Но это не обязательно. Вы можете делать его, и я иногда его делаю частями, то есть не полностью. Иногда его делаю прямо-таки, пока есть время. Иногда Данечка очень долго моет свои ручки мылом, долго споласкивает, потом долго общается с полотенцем. Это какие-нибудь 10 минут. За эти 10 минут я могу себе сделать массаж на лицо, но и также на одно бедро, как минимум. И, соответственно, восполняя вот таким образом частично свой массаж, могу сказать, что я действительно добилась хороших результатов. Летом я, наверное, предстану в купальнике, чтобы показать прежде всего свой живот. Я родила троих детей. Данечка родился 4,5 килограмма. Живот у меня в прекрасном состоянии, учитывая, что я пресс не качаю. Только самомассаж. Почему я все это рассказываю на гречевом марафоне? К тому, что вот эти приступы голода, с которыми мы боремся, точнее, которые доставляют нам дискомфорт, это не что иное, как перестройка организма. Когда, повторюсь, я в прошедшем видео оставила ссылку на гликемический индекс. Своё видео я делала давно, когда был первый гречевом марафон, либо второй. Так вот, в двух словах. Очень простой механизм. Когда в нашу кровь поступает сахар, точнее глюкоза, а вообще всё расщепляется до состояния глюкозы, у нас повышается сахар в крови, как принято говорить. И на этот сахар в крови вырабатывается инсулин, который понижает нам сахар в крови. Это механизм, предусмотренный природой. Но выработка инсулина, выработка инсулина, почему важно не просто не есть жирную пищу, либо не есть сладкую пищу, а важно, я могу сказать, что на своем опыте это совершенно точно так. Есть еду с низким гликемическим индексом. Например, у черешни очень высокий гликемический индекс, у винограда очень высокий гликемический индекс. Если вы хотите похудеть на фруктах, на черешне, на винограде, вы никогда не похудеете, либо не сбросите столько, сколько вы можете сбросить, не знаю, поедая каждый день в огромных количествах салат, допустим, из огурцов. Сейчас я не помню, сколько огурцов, гликемический индекс, но могу предположить, что все-таки невысокий. Соответственно, фрукт фрукту рознь, и овощ овощу рознь, и продукт продукту рознь. Когда у нас вырабатывается инсулин, опять же, все детали упуская, могу сказать, и это совершенно проверенная, достоверная информация, наш организм запускает другие механизмы, и выработка инсулина не позволяет нам расходовать то, что имеется у нас в подкожно-жировой клетчатке. Когда мы сидим на любом разгрузочном дне, мы его внедряем, у нас интервальное голодание, либо вот такая разгрузочная диета на гречке, как в данном случае такая монодиета, у нас тоже включаются механизмы. Эти механизмы можно включить быстрее, допустим, голоданием, либо чуть медленнее, допустим, монодиетой, но они включаются, когда организм не получает то, что ему нужно, и он начинает расходовать подкожно-жировую клетчатку. И, безусловно, самомассаж в этом плане нам всем в помощь. Но очень важно понимать, помнить, когда мы делаем любой массаж, самомассаж, механический, знаменитый LPG, знаменитое ультразвуковое, звуковое, кавитационное, если я не ошибаюсь, расщепление жировых отложений, как-то так эта процедура называется, очень важно, пить достаточное количество воды. Механизм очень сложный, объясню в двух словах, потому что я все-таки домохозяйка, не обладаю медицинским образованием. Но вот такой происходит механизм. Мы начинаем расходовать, точнее, наш организм обращается к подкожно-жировой клетчатке. Соответственно, нам нужно обеспечить движение жидкости, и мы можем его обеспечить механическим самомассажем. Но когда расходуется то, что было оставлено, то, что организм чаще всего, от чего он просто не смог в моменте избавиться, так много мы всего потребляем, клетки начинают свое, так называемое, получается, клеточное питание. И в межклеточную жидкость поступают продукты разложения жизнедеятельности клеток. То есть клетка поела, она должна что-то выпросить. И чтобы все это хорошо и достаточно чистилось, нам, да, нужно помимо механического воздействия, которое облегчает, мы же все разные, у нас разная подкожно-жировая клетчатка. У кого-то меньше, соответственно, там достаточно происходит хорошо циркуляция жидкости, а у кого-то больше. И нужно механически помогать, и можно, и желательно это делать. Но в этот момент необходимо нам обеспечить себя и достаточным количеством жидкости, чтобы жидкость, которая вымывает, вымывает продукты, прежде всего, жизнедеятельности клеток, которые питаются теперь иначе. Надеюсь, никто не обвинит меня в недостоверности информации, потому что я вот излагаю, как знаю, как могу, на пальцах, повторюсь, не обладая терминологией, но механизмы я смогла изучить достаточно неплохо. Так вот, нам необходима вода, поэтому, пожалуйста, обратите внимание, если вы будете делать самомассаж, обязательно увеличивайте ваш питьевой режим. Это не всегда может быть вода, это может быть тот же самый зеленый чай, травяной чай, чай с куркумой. Мне очень многие написали благодарны за этот чай. Пожалуйста, я была рада, что он многим понравился. Действительно, чай куркума плюс перец разогревает даже самых мерзлячих мерзлячих представителей и представительниц человечества, потому что я сама не люблю мерзнуть. С утра выпила такой чай и спокойно переодеваюсь, надеваю прохладную, иногда даже холодную, сырую одежду. И, в общем-то, мне не холодно. Ну что ж, внедряйте сама массаж, у кого есть время, у кого есть желание, кто хочет прямо-таки по максимуму получить результат. Увидимся очень скоро. Желаю всем бодрости, духа прежде всего на огреющемом марафоне. И, да, это была Инна Скворцова. Увидимся скоро. Пока-пока.